вас приветствует интернет-магазин 740 я михаил славута сегодня я вам расскажу и покажу как работает стабилизатор напряжения elix ampere до серии в 20 данный стабилизатор как вы видите это новинка достаточно сильно выглядит если внешне его рассматривать в принципе он значительно отличается от своих предшественников и назначение его все те же это стабилизатор напряжения для квартиры для частного дома для других каких-то офисных помещений там где у вас есть нестабильное напряжение и вам нужно из высокого и для низкого напряжения сделать стабильно 220 вольт данный стабилизатор имеет диапазон стабилизации 145-275 вольт когда напряжение ваше нестабильно будет входить в этот диапазон вписываться в эти рамки на выходе он будет выдавать 220 вольт плюс минус погрешность так как данный стабилизатор является 16 ступенчатым и погрешность у него составляет 2 2,7 процента если приводить вольт это примерно 5 часть вольт то есть на выходе вы будете иметь 220 плюс минус 6 вольт на выходе погрешности возможно по нижнему пределу он работает примерно мы уже проверяли предварительно 120 выключается где-то 121 120 примерно и по верхнему у него граница 295 вольт вот ниже выше у него срабатывает защита и когда напряжение возвращается в диапазон стабилизации 145-275 он автоматически включается и продолжает работать скорость срабатывания 20 миллисекунд то есть за 20 миллисекунд ваше нестабильное напряжение выравнивает и на выходе делает стабильные 220 вольт данный стабилизатор как уже говорил синистерный то есть это электронная стабилизация и просчитанный период эксплуатации у него достаточно большой данный стабилизатор стоит устанавливать в помещениях это не уличное исполнение стабилизатора сухих помещениях желательно отапливаемых чтоб резких перепадов температуры не было и конденсат не выпадал и тогда как бы проблем не должно быть и он будет работать ну если у вас будут какие-то небольшие перепады минусовую температуру то в принципе это тоже не особо страшно главное чтоб влаги не было сухо и перепадов температур не было также если говорить о комплектацию которую вы получите получите покупает от стабилизатор непосредственно сам аппарат будет вот в такой вот заводской упаковочке инструкция идет к данному стабилизатор напряжения вот гарантийный талон в конце отмечается дата продажи мы еще даем свой накладной либо товарный чек и гарантия на данный стабилизатор составляет 48 месяцев даты продажи или установки также все вот подключение нижнем то мы видим и крышка которая закрывает вот клеммное подключение и планочка на которой навешивается здесь непосредственно сам стабилизатор ну вот если уже его более предметно рассматривать вот так вот он выглядит сзади вот так насаживается на планку и планка крепится к стене он так висит вот вентиляционные решетки сверху у него вот кулер охлаждения по бокам ничего интересного только шильдик с характеристиками техническими вес его примерно 30 килограмм вот и вот подключение все как и было и раньше вход выход 0 0 и там заземление след за земление подключаете нет заземления не подключать ну дисплей который мы сейчас с вами рассмотрим будем экспериментировать напряжение опускать вверх вниз и посмотрим как стабилизатор будет реагировать какие будут параметры выдаваться изначально мы видим вот такие величины это входящее напряжение выходящее напряжение если мы будем понижать например у него рабочий диапазон 145 275 вот мы видим 146 делали то есть принципе все как по паспорту сейчас опускаем видим что он сразу ниже 145 сразу погрешность выходного напряжения увеличивается и она падает напряжение и где-то сейчас на 120 вольтах примерно он отключится 122 даже показала вот сейчас вот ниже тут уже все как бы бесполезно он не будет работать отключается запаса срабатывать защита по нижним напряжением сейчас мы делаем ему напряжение 160 чтобы попасть в его диапазон выше 145 и он автоматически включается то есть не надо там стоять когда если я вас отрубила по защите верхнем и нижнем он сам решит когда ему включаться и теперь по верхнему то есть тоже моему например подыма напряжение 275 вольт то что верхний предел то есть тоже на 225 на выходе все как бы по заявленному есть и вот мы теперь напряжение сейчас скачки имитируем пониженную ну пониженная вот у нас вот все что он выдает на выходе вы видите то есть все заявлено соответственно действительности кстати у него сейчас еще можно посмотреть это ток нагрузку текущего у нас тут латер поэтому он показывает 0,4 мощность в ваттах тоже здесь у нас не подключен нули частота 50 герц и температура трансформатора ну это такое в принципе вот входящая выходящая это самое интересное для вас личинок то интересно также тут можно увидеть уже в отличие от предыдущих моделей ампера там еще не было такого никогда да вот нагрузку то есть вы видите на сколько процентном соотношении ваш стабилизатор нагружен ну и нужно ли оставлять какой-то запас в принципе тоже наглядность очень удобная автомат включения-выключения также вот с помощью этой кнопки можно будет переключить режим транзита и стабилизации ну сейчас наверное мы это и сделаем давайте выключим стабилизатор вот когда у нас выключенный подключ у нас мигает то есть это значит стаб это он значит у нас готов в режиме стабилизации работать сейчас мы его перевели в режим байпаса то есть транзита вот он включается и показывается что на входе что на выходе то есть он пропускает через себя это аварийный вариант в принципе работы стабилизатор либо для сварки потому что этот стабилизатор не рассчитан на то что после него подключали сварку вот и вы видите вот как в режиме транзита ну и теперь мы его включаем и переключаем его в режим стабилизации назад и включаем когда будете самый первый раз включать будет такой еще гул серьезный чтобы не боялись что он все взлетит это нормальный его первый запуск в принципе по дисплею это все если рассматривать конкретно данную модель стабилизатора ЭЛИКС АМПЕР ДУО 16-1 ДРОП 63В2.0 то давайте рассмотрим технические характеристики конкретно ну номинальный входной ток это 63 ампера и номинальная полная мощность 13,8 кВ ампер и по весу у него примерно где-то 30 кг если рассматривать его габариты то высота его 550 миллиметров ширина 290 и 180 глубина также стоит учитывать что мощность будет падать при пониженном напряжении то есть надо подбирать с запасом с таким расчетом также не забываем что все стабилизаторы 99 процентов стабилизаторов куплены в интернет-мазине 740 работают на 20-30 процентов дольше чем у конкурентов поэтому приглашаем вас в ряды наших покупателей мы им очень благодарны также благодарим всех наших покупателей которые помогают нам развиваться и своими покупками продолжают увеличение количества видео обзоров полезных для других покупателей потенциальных интернет-мазине является официальным дилером по продаже стабилизаторов LX Ampere мы предоставляем сервисное гарантийное обслуживание по данным стабилизаторам если у вас какие-либо вопросы остаются после данного видео обзора звоните обращайтесь обязательно заказывайте мы же для вас этот видео обзор делаем и если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал обращайтесь будем рады сотрудничать спасибо за внимание